С 3 февраля у студентов 3-5 курсов, а также магистрантов и аспирантов появилась возможность подать заявку на стипендию имени Гинзо Шимадзу. Напомним, что Шимадзу Корп является крупнейшим партнером ДВФУ. Прием заявок осуществляется в Департаменте молодежной политики до 13 февраля. В преддверии весеннего семестра студенты снова поднимают вопрос о том, как добираться до учебы. Участники известного паблика ВКонтакте «Подвезу ДВФУ» активно предлагают свои услуги. Сами о себе они говорят «приеду, отвезу, заберу». Однако с каждым разом денежные запросы добровольцев становится все больше и больше. Что же делать в этой ситуации, попыталась разобраться моя коллега Сара. Что вы думаете по поводу того, что добровольцы, вызвавшиеся подвезти, завышают цену проезда? Ну, я думаю, что это негативно сказывается на самой этой группе, потому что студенты тоже должны понимать, что они подвозят тех же самых студентов, у которых лимит, скажем так, средств ограничен. То есть вы считаете, что стоит пропагандировать безвозмездную помощь среди студентов? Нет, ну это было бы, конечно, неплохо, но с другой стороны, это тоже неудобно для подвозящих, потому что они же тратят деньги, опять же, на бензин, на все вот это, и это их должно им каким-то образом окупаться. Развлекательный комплекс под лестницей уже в субботу проведет новую и сумасшедшую фреш-пати. Организаторы обещают хороший звук, стильное оформление и отличное настроение. Не забудь захватить с собой друзей и их подружек. Технический совет ШГН предлагает принять участие в организации различных мероприятий. Свои креативные идеи и заявки отправляйте в группу ШГН ВКонтакте или Александре Лабуденко. О том, какие праздники и мероприятия ждут нас в ближайшее время, узнала моя коллега Сара. Сегодня 4 февраля, а это значит, что ровно через 10 дней нас ждет самый романтичный праздник в году. День всех влюбленных. 23 февраля наша редакция советует запастись женщинам носками и бритвами, чтобы поздравить наших любимых мужчин. А ответного жеста мы будем ждать 8 марта. Международный женский день. Спасибо. 16 февраля Владивосток вновь примет участие во всемирном гастрономическом фестивале «Ресторанный день». Основные события в этот раз пройдут в кампусе ДВФУ, корпус Б с 12 до 18 часов. Это уникальная возможность для студентов попробовать себя в роли ресторатора на один день. О том, что такое «Ресторанный день» вам расскажет мой корреспондент Сара. Раз, два. Мы находимся в корпусе Б, где пройдут основные события ресторанного дня, которые в этом году пройдут в формате ярмарки. Ярмарка нацелена на привлечение активных молодых людей, которые заинтересованы в развитии сферы общественного питания. Также для всех пришедших будут организованы различные мастер-классы по приготовлению блюд, фотографированию еды и организации ресторанного дела. Напомним, что всем желающим участникам необходимо зарегистрироваться на сайте события. С недавних пор в главном корпусе небольшой канцелярский магазинчик планирует расшириться. Профсоюзная организация ДВФУ обещает, что вскоре будет подписано соглашение с Приморским домом книг. Теперь в 24-м корпусе на 4-м этаже в аудитории А-408 вы сможете найти не только учебники, но и художественную литературу на русском и английском языках. Ну, литературу уже подвезли, как я понимаю, да? Литература, да, уже есть. Тем более, сейчас начинается новый семестр. Студенты приходят. То есть, если у них есть автор, есть название, то буквально через неделю новая книжка будет здесь. Спасибо. И, ну, по скидкам, то есть это 200 тысяч профсоюзов. Скидки, в основном, если у них есть именно партбилет или как-то профсоюз, кампусная карта 5% с легкостью можно дать. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok